Здравствуйте дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что... Новый ИРА для СТ, Субару демонстрирует концепт гоночного автомобиля ИВИ. СТ надеется, что ИРА пронесется по Нюрбургрингу, поучаствует в гонках в Японии и покажет путь вперед в углеродно-нейтральную эпоху. В то время как многие энтузиасты Субару ждут выхода высокопроизводительной версии WRX 2023 года, СТ смотрит далеко в будущее с ИРА. Это электромобиль с полным приводом, предназначенный для продвижения новых высокопроизводительных технологий ИВИ для Субару, поскольку он вступает в эру углеродно-нейтрального газа. Субару надеется не только преодолеть отметку в 400 секунд, 6 минут 40 секунд на Нюрбургринге, но и, возможно, участвовать в предстоящей категории FIA GT. СТ по-прежнему любит полный привод. Поскольку это была сборка СТ, она не могла просто ездить только на двух колесах. Он также не был удовлетворен использованием только двух двигателей для привода каждой оси, поскольку ИРА, что означает попытка электрического рекорда, устанавливает двигатель на каждое колесо. Предполагается, что комбинированная мощность составит 1073 литра, которые могут быть направлены на любой из этих двигателей для точной настройки сцепления. Но тут есть два шока, батарея в ИРА всего 60 копеек ВЭЧ, а моторы переданы на аутсорсинг Ямаха. Ямаха Power, нет, этот Субару не будет делиться какой-либо технологией привода с Тойота, как это было с их Солтера. Вместо этого СТ описывает эти двигатели от Ямаха как высокочастотные двигатели с высоким крутящим моментом со встроенным инвертором и механизмом для гиперэлектромобилей. Из-за ожидаемой высокой мощности и возможности регенерации этих двигателей Ямаха ходовые характеристики ИРА описываются как транспортное средство с высоким уровнем реакции и прямым контролем рыскания кузова автомобиля. Запись попыток. Также похоже, что и СТ рвется в гонку с ИРА. В то время как общая цель состоит в том, чтобы достичь времени круга 6 часов 40 минут по печально известному нюрбургрингу в 2023 году, ИРА также будет проезжать круги по различным трассам по всей Японии в 2022 году. ИРА также построен в соответствии со спецификациями ФИА и GT, где СТ надеется принять участие, когда эта серия начнется в 2023 году. Похоже, что с ее батареей на 60 кВт в час СТ также может планировать требования быстрой зарядки для этой категории, поскольку 45-минутная гонка будет иметь как минимум один обязательный пит-стоп, который будет включать в себя зарядку автомобиля. Его первый тестовый запуск в Японии еще не объявлен, но мы полагаем, что он состоится в ближайшее время, и нам не терпится увидеть, на что он намекает для нюрбургринга ИРА и GT.